Привет, YouTube! В этой серии мы будем наконец-то строить летающий аппарат. Я собрал достаточное количество двигателей для этого, осталось добраться до своей базы и там начну стройку. Приятного просмотра! Ехать мне всего-то 17 километров. Думаю, пролечу их достаточно быстро. А если повезет, то по пути встречу еще пару сигналов. Но, конечно, время на них тратить бы не хотелось. В идеале максимально быстро добраться до базы, построить леталку и, наконец-то, оторваться от этих надоевших пустынь. Уверен, что с воздуха будет гораздо круче обзор, да и скорость лутания тоже должна повыситься. Ну вот я и добрался. Давненько меня здесь не было, но, кажется, за время моего отсутствия тут ничего не поменялось. Итак, а в ангаре у меня, кстати, есть еще один большой атмосферный двигатель. Итого их у меня уже целых три. Я даже и забыл, что он у меня имеется. Но это пока даже лишнее. Я думаю, хватит тех, что я привез. Начну, пожалуй, с разгрузки, наверное. Итак, вот эта платформа мне нужна для того, чтобы поставить двигатель в вертикальное положение. Не хочу ронять на землю. Потом земли поднимать высоко будет сложновато. Начну постройку прямо здесь, на машине. Итак, теперь нужно каким-то образом этот движок поставить вертикально. Станет он вертикально или нет? Понятно. Все-таки придется строить на земле. Ну ладно, это все мелочи жизни. Опускаем второй движок. Все, теперь будем ставить. Да, на земле это сделать гораздо проще. Однозначно. Подтаскиваем поближе и поднимаем. Так, они, конечно, выглядят по-разному. Этот у нас атмосферный обычный, а этот NF. А что за двигатель у меня лежит в ангаре? А NF. Так, а в ангаре у меня лежит тоже NF. Тогда буду строить на вот этих NF движках, чтобы они были два одинаковых. А тот будет запасным. Возможно, в будущем и он пригодится мне. Но сейчас хватит и двух. Этот пока убираем в сторону. А вот этот подтаскиваем. Давай. Вот как-то так. Ну, наверное, расстояние между движками надо сделать побольше, конечно. Сейчас я их чуть-чуть растащу. Ну, вот как-то так. Начнем, пожалуй, с этого. Моторы. Это есть. Покрасим. И вот такие два красавца. Теперь. Теперь это нужно соединить друг с другом. Сколько клеток сделать между ними? Это, конечно, вопрос. Раз, два, три, три, пять, шесть. Наверное, шесть клеток будет, в принципе, достаточно. Хотя даже их получится семь. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. И ставим соединитель сюда. Сейчас мы это дело будем подтаскивать друг к другу и соединять. Главное, чтобы во время соединения оно не упало. Надеюсь, что так и будет. И вот и не соединяешься. Так. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь клеток имеется. Хорошо. Это пока на всякий случай заварю. Итак. Основа есть. Это будут движки для вертикального взлета. Теперь нужно присобачить двигатели рулевые. Для этого берем полублоки. Они меньше весят. А это то, что надо. Опа. Точка на три километра. Ну, направление я запомнил. По левой ноге вот эти вот опоры. Пора доставать маленькие атмосферные двигатели. Для этого нужно отцепить все панели. Отпереть автозацеп, выключить. Раз, два и три. Вот эти вот квадратники будут смотреть в бок. Для того, чтобы осуществлять рулевые. Влево и вправо. Ну, давай, кладись. Что ж ты? Ладно. Сюда не хочешь. Тогда лежишь сюда. Давай, 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 давай. Опа. Вот так вот он и будет лежать. Соединитель сюда и соединитель сюда. Боковой движок на месте. Теперь еще один. Это сюда, это сюда. Как настырно светится этот красный сигнал в трех километрах от меня. Сейчас соберу леталку и первым делом полечу туда. Смотреть, что ж там такое. Все, это тоже есть. Теперь сделаем тормозной, наверное. Нет, тормозной сделаем в конце. Это будет, пожалуй, в конце. Так, вот здесь сзади я планирую расположить контейнеры. А сюда, наверное, расположим кокпит. Кокпит. Какой у нас есть кокпит. Вообще, вот эта кабина мне нравится. Она бы здесь смотрелась очень даже интересно. Как бы ее расположить. Немножко не хватает стекол, но это не беда. Кабине уже можно посидеть. Вот такая основа для моей леталки. Что там по двигателям? Перехват тяги выключен, выключен, выключен и выключен. Отлично. Все двигатели поставлю в положение выключено, чтобы они внезапно не запустились, когда мне это не нужно. Так, продолжаем веселье. Это все не нужно. Ага. А вот это было нужно как раз. Ладно, сейчас сделаем по новой. Стекла потом говорю, не беда. Коннекторы свободны. Если что, можно будет к этой кабине подключиться. Проблем с этим нет. Проблемы есть в другом. Нужно сюда питание. Питание придется снимать с моей машины. Наверное, два больших аккумулятора я сейчас сниму, а вот эти маленькие здесь останутся. Не хочет, смотри. Наверное, мешает лестница. Одной батареи для летательного аппарата будет точно мало, поэтому будем брать две. Теда спиливаться не хочет. Ее придется восстановить и перепилить на себя. Надеюсь, что энергоячейки я не потеряю, но если даже потеряю парочку, у меня там есть на замену. Так, потерялось три. Идем искать три ячейки. Тут нету, а вот тут есть. Металлолом, долой. А где она была? Вот она. Вот теперь-то ее можно испилить. Так, имеется две больших батареи. Куда будем их располагать? Я так полагаю, что куда-нибудь вот сюда по бокам. Надо только это сделать как-то красиво. В феншуи все дела. Вот так. Я бы их расположил сюда. Вот сюда одну и сюда симметрично вторую. Сейчас первую приварю, чтобы она уже не падала. И займемся второй батареей. Ну, что ты будешь привариваться? Все, присосалась. No energy. Это не проблема. Сейчас я подзаряжусь. И все снова заработает. Отлично. Корабль запустился. Отлично. Да, вижу, вижу я этот сигнал. Скоро полечу. Ждите. Так, корабль запустился. Что там по батареям? Военная батарея 1 и военная батарея 2. Первый у нас 100 киловатт, а во второй 1 мегаватт. То есть одна практически пустая, вторая полная. Но ничего, это мы сейчас подзарядим перед вылетом, наверное. Хотя может и на одной батарейке полечу. Посмотрим, как он себя ведет. Так, и что дальше? Дальше нужно установить вот этот вот дрыгатель куда-нибудь вперед. Он будет тормозным. В идеале, конечно, потом их сделать два штуки, но пока хотя бы один. Так, мне нужен вот такой вот блок. Дизайн, все дела. Вот так. И вот так. Это будут специальные подставки для двигателей. Кстати, кабину я бы покрасил, наверное, в черный цвет. Вот так будет гораздо бодрее. А движки пусть будут беленькими. Идем сюда. Нет, наоборот. Вот так. Эта штука будет тормозить. Осталось ее приварить. Что-то оно не хочет тут вставать никак. Это не совсем то, что я хотел. Как-то так. Этот вот сюда привариваем. И к нему вот так. Понятно? Открываем. Дыши, чувак, дыши. Выдыхай. Все будет нормально. Отлично. Присосалось. Надо сейчас проверить. Что с этим движком маленьким? Тоже его выключить. Все движки выключены. Ну, вот типа того. В будущем вот сюда я поставлю еще один, когда найду. Ну, а разгонных двигателей получается пока у меня нет. Будем разгоняться хитрыми движениями. Есть, конечно, вот этот вот большой движочек. Но сюда надо слишком много моторов. 60 штук. У меня столько нет. Есть 7. Этого не хватает. Да. Этого не хватает. Ну, ничего. Ммм. Самое важное. Чуть не забыл. Еще нужно поставить гироскоп. Вот это вот мы все хозяйство отпиливаем. Это нам не нужно все. А вот что нужно, так это вот такой блок, который называется полублок. Белого цвета. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять. Вот так. И вот сюда вот такие вот штуковины. Скаты сделаем. Раз, два, три. Все. Дынище будет примерно вот таким. Нужно еще куда-то сделать шасси. Но это я сделаю, когда кораблик свой подниму в воздух. Воздух я его смогу поднять только после гироскопов. Поэтому пока так. В идеале, конечно, засунуть гироскоп вот куда-то вот сюда, в эту дырку. Сейчас попробуем это сделать. Как там она называется? Пластина. Велдинг-пад. Вот оно. Это мы ставим вот сюда. Что у нас тут в закромах? Тут, кажется, был гироскоп. Гироскоп мы забираем. И сюда тоже пластину. Надеюсь, она пролезет в эту дырку. И я смогу приварить этот гироскоп. Давай, втискивайся. Ну да. Сложноватенько, конечно. Мягко говоря. О, о, о. Пролезло. Так. Осталось это все развернуть правильно. Опа. Гироскоп на месте. Не знаю, хватит ли здесь одного гироскопа. Ну, наверное, 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 нет. Есть у меня еще гироскопы на тачке. Их тут целых две штуки. Я думаю, две штуки для автомобиля. Это перебор. А вот для леталки самое то. Идем сюда. И переезжаешь на новое место. Это сюда. Это сюда. Теперь главное повторить этот смертельный трюк с засовыванием гироскопа. Ну, давай. Опа. Отлично. Два гироскопа имеются. Чисто теоретически я уже могу взлететь. Можно даже попробовать. Так. Для этого что нам надо? Все запускается. Отлично. Двигатели. Все двигатели объединяю в одну группу. Нет. Зачем мне в одну группу? Большие атмосферники будут у меня тяга. Да почему по-английски-то? А вот эти вот маленькие это будет руль. Сохраняем. А еще. И еще батареи надо объединить в группу батареи. Теперь все вывести на панель управления. На первой кнопке батареи зарядка в клубе. Переключение зарядки. Тут у меня будет руль. И на третью кнопку тяга. Итак. Запускаем двигатели. Выглядит, конечно, странновато. Такой обрубок. Но он, по крайней мере, летает. Оно летает. Пока эта штука висит в воздухе, надо по-быстрому присобачить сюда шасси. Так. Шасси. Вот такие. А то как-то некрасиво без шасси. Двери. Вот типа того. И аналогично с этой стороны. Ну а пока этот пепелат в воздухе, можно удобно проварить дынище. Все. Сажаем пепелат. И выключаем двигатели. Пока хватит. Сейчас нужно подзарядить батареи. Это точно. И чуть-чуть достроить корпус сзади. Совсем немножко его удлинить. Ну вот и готов мой летательный аппарат. Сейчас нужно подзарядить еще вторую батарейку. И можно, в принципе, выдвигаться. Вопрос только в том, есть ли у меня здесь на базе большой аккумулятор. Кажется, здесь только ветряк. От ветряка это все будет заряжаться очень-очень долго. Даже ресурсы какие-то имеются. Так. Аккумулятор. Нету тут аккумулятора. Ладно. Значит, попробуем лететь так. Это все выгружаем. Оно мне не надо. Что? Полетели. Ух ты, какой он резвый. Один гироскоп можно выключить. Точно. Два гироскопа было явно с запасом. Гироскоп. А где второй гироскоп? Второй гироскоп из терминала выключен. Так. Мы выключаем один, оставляем второй. Во. Так уже получше. Вопрос. Как лететь вперед без двигателя, который давит вперед? Да очень просто. Как вертолет. Наклоняем вперед нос и разгоняемся. Руль выключаем. И с выключенным рулем. Отлично. Планируем. Так. Тут у нас вышки. Вышки это вообще не интересно. Это просто металл. А вот это вот очень даже интересно. Я даже знаю, что это такое. Это крыло от того упавшего самолета. Так. Приземляемся. Движочки гасим. Да и в целом можно корабль гасить. Да. Это крыло от того самого самолета, которого я находил в прошлой серии. Прикольно. Что у нас тут? Кроме двигателя тут ничего и нет на самом деле. А он вообще весь разбомбленный. Офигеть. Заваривать мне его сейчас нечем. У меня с собой абсолютно никаких ресурсов. Поэтому я просто его отпилю. И дотащу как-нибудь до своей базы. Пусть валяется там. Заводим пепелац. Как бы это сделать? Вот так вот. Оп-оп-оп. Да, конечно, без одного рулевого двигателя это делать прям неудобно. Но неудобно не значит невозможно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Прицепил. Полетели на базу. Ну, летать, я вам скажу, гораздо приятнее, чем ездить. Все происходит гораздо быстрее. Слетал, забрал лут. И верну, возвращаешься уже на базу. Красота же. Так, тормозим. Ну что, у меня время полета на один час. Куда бы слетать? Вот туда хочу. Как же классно летать. Ну, е-мое. Не нарадуюсь просто своей постройке. Да, может быть, выглядит он пока не очень-то презентабельно. Но сейчас быстро я на него налутаю различных приколюх. Поставим и контейнер. И еще движочки. И будем летать вообще выше всех. Самое главное, что с помощью такого пепелатца можно будет очень быстро налутать на уже космический какой-то аппарат. Чтобы выйти в космос. К чему я так стремлюсь. Обзор сверху просто отличный. Видно далеко. Видно хорошо. Если бы, конечно, игра еще прорисовывала побольше. Можно было бы километров на 5-6 вдаль смотреть. Но имеем, что имеем. Как вам вообще? Похоже это на какой-то летательный аппарат? Или получилась херня? Пиши в комментах. А между тем впереди какая-то точка. А вот и она. Включаем тормозные двигатели. Так. Тут у нас еще один ветрячок имеется. Это, кстати, неплохо. Выключаем. Электричество надо экономить. Ветрячок я могу забрать себе и поставить на базе. Мне там электричества лишним не будет. А тут у нас что? Контейнер. Правда, нам большую сетку. Генератор O2H2. Производит кислород и водород. Ну, тоже, наверное, есть нужное. У меня есть, правда, такой, поэтому мне не нужен. А вот контейнер вскрыть. Контейнер это интересно. Строительные компоненты. Ладно, запишем эту точку на большую сетку. Вот так. Отлично. Отображение выключаем. Все. Больше тут, в принципе, делать нечего. Ветряк, наверное, я сейчас заберу. Отвезу к себе на базу. И прикручу туда. Компьютер, балки. Ну, это все дома есть. Хотя нет. Я, наверное, эту точку просто исправлю. Где она? Малый конт на большой сетке. Плюс ветряк. Вот так. А сейчас я забирать его не буду. Сейчас полетим дальше. Высоко сижу, далеко гляжу. Кстати, на одной батарее время в полете составляет один час. Ну, это если не шевелить стики и просто вот так вот гладить по воздуху. Конечно, гораздо больше энергии будет тратиться на взлет и на посадку. Причем на посадку даже больше, я думаю, чем на взлет. Потому что взлет что там? Оп! И взлетел. А вот с посадкой там все гораздо веселей. Но даже так, я думаю, минут на 20 полетов с посадками и взлетами, а то и на полчаса этих батареек хватит. Это неплохо. А если я еще заряжу обе сразу, то можно достаточно далеко полетать. Что у меня тут вообще? Ну да, фактически одна батарея. вижу сигнал. 3 километра. Вот куда-то туда. Вырубаем аппарат. Ну, что тут? Абсолютно скучный ангар. Такой же на самом деле как мой. Так, это что? Винтили какие-то. А, вот здесь можно поспиливать моторы. Моторы мне все-таки нужны для починки моего атмосферного двигателя. что оно не падает? А, оно там приварено. Понятно, понятно. А тут что? Можно залезть наверх еще даже. Ну, пойдем посмотрим. Так, я думаю, эту штуку стоит отпилить отсюда. Вот так вот. Так, это все мне не надо. Из хранения в принципе у меня только кукпит, в котором 1000 литров. Но это уже ничего. Пластины выбрасываем, вот это выбрасываем, все. Пусть тут валяется, если что, подберу. Может быть, оно и не пригодится. Так, ну, а здесь вообще ничего интересного. Даже не буду залезать. Хотя вот в этих штуках могут быть моторы, на самом деле. Давай-ка я их спилю. Так, да, моторы здесь были когда-то, но сейчас их уже нет. А вот тут еще есть два мотора. Ну, и пилим тогда. Все, больше тут взять ничего. Ну, я думаю, больше тут взять нечего, поэтому выдвигаемся дальше. Что получается подобрать, подбираю. Что не получается, не подбираю. Логично? Логично. Запускаем. Включаем. Так, куда будем двигаться? Наверное, вот туда. Все, одна батарейка официально полностью кончилась. Осталась только вторая. Тут по нулям, и тут 876 киловатт. Опа, был сигнал, который я пропустил 3 километра куда-то вот туда. О, вот он. С воздуха определенно гораздо удобнее лутать. Все происходит очень быстро. Только вылетел, вот тебе сразу точка, опять садится. Так, а что это у нас здесь? Вертолет. Вертолет это хорошо. На вертолете может быть маленький атмосферный двигатель. Приземляемся. И выключаем. Погнали смотреть. Что за вертолет такой? С какой-то бочкой. Так, где двигатели? Ребята, мне нужны движки. Так, что у нас тут имеется? Пока не наблюдаю ничего интересного. В этой бочке скорее всего пусто. Да, видно, что там пусто. А там наверху, вот оно, то, что мне очень-очень нужно. Ну, пропустите. Кажется, это мой первый водородный двигатель. Не могу туда запрыгнуть, поэтому придется просто отпиливать хвост. Так, и что там, что там? Да, водородный ускоритель. Это прекрасно. Это абсолютно то, что мне надо. Вот она, рыба моей мечты. Четыре жжетки и две больших трубы. А у меня нет такого. Зато у меня есть вот эта штука. Сейчас мы его присобачим. Компьютеров не хватает, но этого добра у меня есть. Пойдем со мной. Итак, куда его разместим? Куда нибудь вот сюда. Все. У меня есть маленький водородный ускоритель. Круто. Круто. Что там в кабине? В кабине нет ничего. Ничего интересного. Ну, один водородник это уже очень круто. Сейчас проверю, что тут еще можно поспиливать. Ну, можно отпилить, кстати, ротор. Из-за того, что там есть мотор, который не взялся, кстати. Ну, и на этой залутать что-нибудь.